Здрасте, всем друзья привет уленьки, продолжаем играть в 22 фирму NFMars и наступила у нас весна. Очень много распродаж было у нас этой зимой, я помню точно, что продавал рыбу, селедку и камбалу. Было продано 22 миллиона литров силоса и в общем-то наши доходы от продажи урожая 880 тысяч 5 миллионов 350-88 тысяч. Ну и плюс еще в эко счет много, что пошло вот в другое. Также постоянно продавалось молоко, его очень много. А вот еще впродано, рыба и всякие бумаги, картоны шли сюда. 305, 766, короче говоря у нас очень большие доходы были этой зимой именно по продажам. И сейчас на балансе у нас есть 9,5 миллионов денег. Что друзья у нас еще изменилось? Я друзья немножко подправил коровник. На самом деле вчера вышла версия 3.9 или какая там короче карта. И там было исправлено, одно из исправлений было это емкость коровников. Но еще перевода нет, я не знаю вообще буду ли я обновляться на эту карту, на эту версию. По сути дела смысла особого нет. Новое производство, которое там завезли, я ставить все равно в этой карьере не буду. Но друзья, молоко забивается меньше чем за сутки полностью. Корма хватает меньше чем на сутки. Поэтому в 10 раз я увеличил емкость кормушки. В 10 раз я увеличил емкость молока и соломы. Вместимость, которая у нас здесь теперь здесь 6 миллионов, 4 миллиона и так далее. Как бы жидкого навоза не было смысла увеличивать, эту штуку тоже не имеет смысла увеличить. Хотя они кстати вот миллион уже нам накакали. Это с учетом того, что я постоянно отсюда забирал на производство удобрений. И куда там еще навоз требуется. Также друзья, я раз у нас стало очень много навоза и жидкого навоза. То во-первых на водоочистной станции очистку жидкого навоза я тоже запустил. Есть небольшие у нас просадки по воде. Вроде как. Компост из навоза я линию запустил. Пускай будет. Хотя он кстати здесь заканчивается. Чего-то я как-то мало отвез. Ну ладно. Теперь я дегистат начал возить на производство удобрений. И запустил здесь линию производства удобрений из навоза и дегистата. И вроде как по изменениям все. Также линия с ржаной мукой рож закончилась. Но это ладно. Я друзья еще включил распределение со всех этих коллекторов сточной воды. Что-то я как-то задолбался это все дело возить. Вот реально очень много времени уходит на это. Поэтому со всех коллекторов сточной воды сейчас вода сама распределяется на нашу водоочистную станцию. За это будем платить какую-то денежку. Но в общем возить я ее задолбался. Еще я думаю то же самое сделать с техобслуживанием. Хотя пока ладно. Пока пускай работает. И плюс что еще по производствам я хотел сказать. А видимо в последнем обновлении где-то. Когда добавился сюда новый бустер наличные деньги. Как-то меньше стало дерево производиться. У нас короче есть просадка по дереву. Можем наверное вот здесь посмотреть. У нас уже требуется 204 куба в месяц. А производим мы 180. Хотя изначально когда мы ставили все это дело. Тогда хватало. Было с запасом. А я помню что даже успевал откладывать. Сейчас такой штуки нету. Возможно. Возможно кстати. Мы запустили потом вторую смену по планкам. Что у нас вообще по планкам идет. У нас их прям даже перерасход. Наверное имеет смысл ее тогда сейчас отключить. Планки и поддоны я уже не продаю. У нас идет только на производство. Давайте ее отключим. Складируется 60. Требуется 64. Нормально. Пока что есть запас. Все нормально. И соответственно по дереву мы тоже тогда выходим. Требуется 156. Складируется 180. Тоже тогда выходим в некий плюс. Значит пока что сделаем так. Будет просадка. Накопим дерево. Успеем. Если просадка по планкам вдруг случится. Короче все решили. Все порешали. Все хорошо. Может быть к тому времени уже какие-нибудь бустеры на лесорубов появятся у нас. Хотя что там вообще идет как бустеры. Яблоки, пиво, одежда, обувь, саженцы, наличные деньги, говядина. Мы пока что. Кстати можем мясокомбинат поставить. И делать говядину. В пиво мы собирались выходить. Саженцы у нас в теплицах. Как и яблоки. Насколько. Не яблоки у нас в садах только. Саженцы если что купить можно в магазине. Но это ладно. Потом разберемся. Итак друзья. Март. Март у нас пассивная. Мы собирались в этом сезоне выходить в пиво. И нам нужно приобрести полей. Денег мы под нас собирали. Поэтому я предлагаю их сразу же потратить. И эти самые поля прикупить. Нам в общем-то нужно одно поле под пшеницу. Одно поле под ячмень. Одно поле под сорга. И одно поле под хмель. Что я в общем-то решил из этого прикупить. Из этих полей которые у нас есть на карте. Девятнадцатая пятьдесят девятая я хочу наверное купить. Девятнадцатая шестнадцатая с объединением. И пятьдесят третья. На пятьдесят третьем засадим тогда хмель. Его в принципе там довольно большая урожайность. Должно будет хватить с этого поля. Девятнадцатая пятьдесят девятая засадим ячменем и пшеничкой. А пятнадцатая шестнадцатая засадим сорга. Он у нас пойдет и на ферментатор солода. А также на сахарный завод патоку делать. Мне кажется вполне себе неплохое решение. Давайте их тогда все купим и будем думать что с ними делать. Покупаем раз. Покупаем два. Они все стоят около миллиона. Точнее даже чуть больше чем миллион. Благо есть небольшие скидочки. Но это ладно. И открываем наш календарь посева. В общем-то пшеницу и ячмень мы сажаем прям сегодня. Также сегодня у нас идет посадка подсолнухов. У нас есть поле которое для них выведено. И посадка свеклы у нас идет. Ну а в апреле тогда мы посадим сорга. Посеем. И кукурузу у нас еще останется. И что-то еще. У нас есть сорок четвертое поле. Что-то же я еще хотел высаживать. Гречку, да? Да, и гречку мы тоже посадим тогда в апреле. В следующем месяце. Ну и друзья, тогда имеет смысл начать. Наверное с того, что наши новые поля. Надо взять пробы с них. Поэтому погнали запустим товарища, который будет у нас этим заниматься. Заниматься у нас этим будешь, друг, ты. Начнем давайте с 59 поля. Выставляем его туда на работу. 3 миллиона у нас еще осталось. Все прекрасно. И припарковаться по завершению тебе, друг, не надо. Все, давай, едь, работай. У тебя все путем. Также у нас есть один контракт на удобрение. Я думаю, здесь тоже надо поставить его выполняться. Запустим нашу удобрелку. Он это быстро сделает и удобрений много не потратит. Так, поле 64. Давай погнал и потом возвращайся на парковку. Также свеклу мы уже можем сеять. Поэтому давайте запустим силку, которая будет у нас эту самую свеклу. Не сеять, а сажать, да? Свеклу мы вообще на двух полях будем высаживать. Можно-то и запустить двоих сразу. Давай, ты у нас будешь работать вот здесь. Поле 4-5. Семена будешь брать на элеваторе чуть-чуть. И парковаться тебе, разумеется, не надо. Давай, едь, сей. Ну, а вторую сейлку тогда давайте запустим на поле номер 3. Тут то же самое с острыми углами. Тоже на элеваторе пополняться. Поле номер 3 и парковаться тебе не надо. Все, тоже давай, едь, сей. Надеюсь, у тебя все будет без проблем. По и ко счету сразу какая просадка у нас 75 пошла, потому что с полями у нас со всеми основами беда. Ни пробы не взяты, ничего. Но, в общем-то, мы выровняем. После уборки урожая все будет у нас хорошо. Еще на 48-м поле опять у нас азот просел. Непонятно. Я его точно удобрял. И урожайность, как вы видите, типа нормальная. Пара полосок здесь каких-то было таких неправильных. Но в целом-то все нормально. Не знаю, как это работает, но да ладно. Кстати, на третьем поле здесь тоже какая-то дырень получилась, как и на 45-м у нас есть. Ну и что, работа у нас пошла получается. Да, разумеется, еще эти поля надо будет удобрить, которые мы сегодня засеем. И пшеницу и ячмень нужно будет прикатать обязательно. Давайте еще пробежимся по этим полям, посмотрим, как у них вообще дела. 19-е засаживаем сегодня, но здесь нет ни камней. Нет, камни есть, да? Вообще, давайте с этого фильтра посмотрим. Камни, наверное, на всех полях есть, да? Благо, пахать их не надо. Значит, друзья, какой план? Сейчас по очереди на всех этих полях берутся пробы. После этого надо будет все посыпать известью. После чего перекультивировать, поднять последние камни, собрать их все. И, соответственно, 19-е, 59-е поле сегодня засеять в этот день игровой. Удобрить и прикатать. Остальные поля засеиваются у нас завтра. Также, опять-таки, очень много работы у нас по обслуживанию заводов. Как видите, список большой. Это то, что надо сделать обязательно сегодня. И я и все это сделаю. Больше ничего интересного, по сути дела, не будет. Мы тогда с вами встретимся в апреле после всех этих работ. И будем дальше смотреть, что делать по балансу и так далее. Да и тем более в апреле у нас еще и покос будет. И опять начнем силосную яму заполнять. С мартом вроде как разобрались. И план работ понятен. Ну и вот, друзья, апрель у нас наступил. А что мы, в общем-то, имеем на данную минуту? Из новых полей 19-е засеяли сюда пшеничку, как и собирались. На 59-е засеяли ячмень. Здесь у нас вылез, разумеется, сорняк. Сейчас его поехали уже убирать. Сначала полотником проходимся, потом сверху гербицидами для эко-счета. Которые не будут тратиться, но все засчитается. 19-е поле уже таким образом обработано. Точнее, здесь просто надо было поливалку запустить. Потому что это поле мы перепахивали. И, соответственно, после пахоты сорняки не растут. Также подсолнух мы засеяли на 49-е и 43-е поле, которое мы объединили. А я его не удобрил, кстати. Ну ладно, это попозже сделаем. Здесь уже тоже полотником прошелся. И запустил сверху вот эту вот штуку. Поливать это все дело, пускай и поливает. Также, друзья, из новых полей, что у нас есть? 53-е поле. Здесь пробы были взяты. Камни были убраны. И известью было посыпано. Все здесь хорошо. В общем-то, 53-е поле можно засевать. А также соседние наши поля. На 16-м поле камни почти убраны. Это прям самый долгий процесс на самом деле. А что это у нас здесь с PH уровня? Не то. Или там тоже? Да. Тут тоже у нас дырки получились. Ничего страшного. То есть неприятно, конечно, но ладно. Короче говоря, камни у нас здесь почти убраны. Здесь все хорошо. Я, друзья, решил не объединять это с 15-м полем. Но на 15-м поле, еще давно, когда-то мы там обсуждали с товарищами, что с ним делать. Так как мы играем на карте без каналов, вот этот вот весь участок, он же как бы не важный. Его можно перепахать и сделать это поле квадратным. Мне кажется, это будет хорошей мыслью. Поэтому, в общем-то, это одна из задач на сегодня. Также у нас из задач на сегодня, на апрель. Давайте карту откроем. Получается 15-е поле подготовить к посеву и, соответственно, засеять. 16-е поле засеять. 53-е поле засеять. 44-е поле засеять гречкой. И 50-е поле засеять кукурузой. Надо было что-то еще, по-моему. Полуборошь пшеницы сидит. Все сидит, да. Ну и все. Тогда получается, это последние посевные работы в этом году. Но точнее доуборочной. Потому что, опять-таки, мы соберем здесь канолу. И надо будет ее сразу же высаживать. Также вот это вот все зерновое, злаковое, мы тоже будем садить. Плюс, друзья, апрель. Апрель у нас месяц покоса. А значит, пора косить. У нас есть поля 47-48, где клевер люцерна у нас растет. Поэтому мы сегодня косим их. А также 45-е поле. Выкашиваем, собираем. И можно уже даже начинать заготовку силоса будет. Из проблем, друзья. У нас заканчивается солома. Я не ожидал, что коровы будут столько ее потреблять. Да и вообще всего потреблять. Столько, сколько они потребляют. У нас осталось 156 кубов. Видимо, солома у нас закончится. Но в июне она через 2 месяца появится. Уже уборочная начнется. И тогда закинем. А с другой стороны, есть вот... Кстати, мне тут сказали потрясающую вещь. Оказывается, солому можно выгружать и здесь. Вот у свинок это так, по-моему, не работает. Мы вроде как пробовали. Ну, короче, нет вот этих мучений с парковкой за одним ходом. Можно даже было и не выводить сюда точку. Ну, уже ладно. Короче говоря, у нас здесь принимается солома. Мы будем ее выгружать сюда. Так вот, солому можно, друзья, тоже купить в магазине. Она у нас продается в тюках. Правда, стоит не очень дешево. Мне кажется, можно прицепчик привезти на склад. Это у нас 5 кубов, а это у нас 9 кубов. Давайте, наверное, таких тюков действительно купим. У нас есть специальная обученная машинка, которая умеет это все дело возить. Давайте сначала технику по работам распределим, которым надо сегодня будет поработать. И вообще с полями сначала надо разобраться. Значит, давай ты. Ты у нас на большом поле поедешь сеять кукурузу. Это у тебя будет поле номер 50. Мы его выровняли, так что все должно быть здесь прям хорошо. Надеюсь. Так что давай, друг, едь, сей туда кукурузу. Что мы еще будем сеять сейчас? А на 53-м поле мы собирались посеять хмель или посадить. И останется поля 15-16. Хорошо. Значит, тебе мы выбираем хмель. В этом, блин, перескочил хмель. Вот. Ты у нас едешь на поле номер 53. Поэтому тоже так. Только маршрутик тебе же надо сделать. Тоже не маленькое поле. В общем-то у него тоже урожай будет. Интересно, успеет он здесь проскочить или не успеет? Ну, конечно же, не успеет. Давай, паркуйся. Я добрый, я пропущу. Все, давай. Тоже едь, сей. Пассивные товарищи уехали. И нам надо еще на поле 15 отправить наш плуг. Можно, в принципе, это было бы и терраформингом сделать. Но уже давайте по фэншую. Давай, друг, едет на поле 15. Потом мы к тебе придем и все сделаем. И там придется ручками попахать. Также, друзья, у нас есть две косилки, которых надо отправить покосить. Одна косилка идет у нас на поле номер 48. Давай, едь, коси. И потом паркуйся. А вторая косилка поедет у нас на поле номер 47. Поле номер 47. Давай, тоже едь, коси. А сбор чуть-чуть попозже поставим. Я так понимаю, мы все можем возить вот на этот склад. Кстати, сколько вместимость у компостера, вот интересно. Компостер вмещает в себя по 600 кубов. Я думаю, что мы тогда забьем по 500-600 кубов всего сюда. А остальное будем в яму тогда закидывать. Потому что там годовая потребность около 400 кубов. В общем, так и поступим. Все, с этим тогда разобрались. Так, фэт-коровник корм скоро закончится. Сколько я туда вместимость прописал? 6 миллионов. Я, кстати, знаете, что подумал, друзья? Я, наверное, обновляться на версию 3.8, 3.9, да, следующую. Я не буду даже. Так, ты по 300 кубов. Давай 6 раз съезди пока. На пару дней им хватит. Чтобы меня не дергать с соломой. Не знаю, сейчас подумаем. Может быть и купим действительно тюки. Сейчас, друзья, у нас поля важнее. Почему я этот трактор пригнал? Я же синий хотел, он мощнее. Ну, уже ладно, будем этим. Давненько, друзья, я ручками не пахал. Сейчас попашем. Вообще, все это поле не помешало бы перекультивировать, чтобы камни убрать. Можно перепахать так-то, чтобы сорняки потом не росли. Так, опускаем плуг. Вроде бы даже ровно стал. Чуть что, потом уже подправим терраформингом. Ну, и давайте делаем самую вот эту головную. Чтоб ровно получилось вот эту полосочку. Слушайте, даже ровно получается, да? Попал с первого раза. Вот это я молодец. Так, и вот эту вот всю вещь надо перепахать. Ну, в общем-то, давайте пахать. Действительно, давно не пахал я вручную. Сейчас попашем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, вроде как все получилось, да? Замечать. Ты, друг, тогда едь паркуйся. А мы тогда побежали возьмем еще одного чувака, которому по этому полю надо будет покататься. Именно пробой с него тоже надо взять. Я специально этого не делал в прошлый игровой день, потому что собирался поле это расширять. Так, друг, вот ты. Давай тебе сгенерируем маршрут. Вот, возможно, автодрайв вот так вот идет. Я думаю, ничего страшного. Давай, вот отсюда оно определилось теперь как абсолютно квадратное обычное поле. Давай, едь, бери пробы и потом возвращайся домой. Ну, а мы тогда давайте разберемся с нашей соломой. Возьмем вот этого товарища, поменяем ему здесь автопогрузку. Это получается квадратные тюки 240, насколько я понимаю, по 9 кубов. Но это не точно. Сейчас мы, в общем-то, проверим. Их сюда влазит аж 30 штук. Включаем автопогрузку и давайте 8 штук купим. 10 тысяч стоит, кошмар, конечно. Но с другой стороны, это сразу 70 кубов. И попробуем их сюда погрузить. Да, это тюки по 240, которые. Тогда, друзья, покупаем еще таких тюков. Это будет 16 в сумме. Еще 8 берем, это 24. И берем тогда еще 6. Это у нас будет 30. Все, и вот он, наш прицеп здесь полностью загруженный стоит. Ставим ему положение разгрузки в центр. Потому что у нас на складе наших тюков, по-моему, было именно так. Давай поставим тебе, пускай будет дилер парковка. И на склад, нет, не на склад, биогаз, выгрузка, тюки. Вот, 270 кубов, соответственно, туда вези. Я думаю, что мы две таких поездки сейчас сделаем. И, может быть, на два дня этого нам хватит. Если не хватит, то, соответственно, закупим потом еще не проблема. Ну и помните, да, прикол про наш этот склад тюков. Выгружаем туда тюки, забираем россыпью. И потом джесибишкой это все дело отвезем. Ну и, в общем-то, друзья, какой у нас план работ в дальнейшем. Значит, вот с этих вот двух полей. 47-48. Я соберу вот этот вот весь клевер. Все то, что там есть. Лицерна. Забью, насколько возможно, будет компостер. Я еще посчитаю, подумаю, как это будет сделать. Остальное все идет на склад. Соответственно, 45-ое поле с травой тоже надо будет покосить это все дело. На склад запихать, куда надо распихать. Излишки со всего этого пойдут в силосную яму у нас. Будем делать силос. Там их будет не так много, поэтому времени на это будет уходить, скорее всего, не так много. Далее все эти поля надо будет обязательно удобрить, посыпать известью и пройтись мульчером. С этим понятно. 50-ое поле, друзья, у нас сейчас сеется. Потом надо будет... А, кукурузу ее не надо будет прикатывать. В общем-то, сеется ее надо будет удобрить. И в мае, соответственно, пройтись по сорнякам. 43-е, 49-е поле удобрить. Тут с сорняками уже вопрос почти закрыт. 53-е поле у нас там хмель сейчас сеется. Та же самая история абсолютно. Пройтись на следующий день по сорнякам. И если надо будет, то прикатать. 15-е поле мы сейчас обрабатываем. Берем с него пробы. После чего надо будет, разумеется, посыпать его известью. Пройтись культиватором. Собрать с него камни. Засеять его сорго. Прикатать, удобрить. В общем-то, абсолютно весь фронт работ на нем. В 16-ом абсолютно то же самое. Правда, оно уже тут... Камни убраны практически. Поэтому засеять, прикатать, удобрить. 19-е, 59-е. Тут почти все у нас закончено. По сорнякам, по удобрениям. С этим, в общем-то, все понятно. Получается, в мае чем будем заниматься? Единственное, что в мае надо будет, это обслужить заводы и по сорнякам пройтись. Так что ничего интересного не будет. Покупать ничего не будем. И встретимся мы тогда с вами уже в июне. Там у нас начнется уборочная. Мне вдруг стало интересно, сколько у нас за последние дни молочка. Собралось молочка. У нас уже есть миллион двести. Я думаю, что продавать его надо по самой супер-упер-выгодной цене. Семьсот пятна. А, я уже даже выставил эту штуку. Значит, будем копить и ждать вот эту цену семьсот пятнадцать. Потому что сейчас оно по шестьсот двадцать восемь. В принципе, за семьсот восемь я готов отдать. Хотя разница тут не такая большая с миллиона. Хотя сто тысяч получается с миллиона. В общем-то, на молоке мы денег подзаработаем. Я смотрю. Как-то все вот так. Мне кажется, я опять забыл графончик, да, подкрутить после рабочего дня. Ничего страшного. Не знаю, заметно ли вообще. Вот правда. Вот даже в одной серии было сначала типа супер-высокая графика. А потом стала супер-низкая. Вот реально, вы это заметили до того, как я сказал? Очень сомневаюсь, если честно. Но да ладно. Вот так вот, друзья. Встретимся мы тогда с вами в июне. А на сегодня у нас все. План работ мне расписан. Спонсорам, друзья, огромное спасибо за поддержку. Если не хотите ждать следующую серию, то она уже есть на бусте. Кстати, вот на корову посмотрим. Ну, это сразу убежало от падла. Так вот, следующая серия, да и вообще отснята до конца карьера, уже есть на бусте. Плюс, может быть, там есть даже какой-нибудь эксклюзивчик интересный. Так что можете посмотреть, проверить. А, я, кстати, друзья, не похвастался. Зимой я купил новую Вольву. Вот такую. Получается черная. Очередной водовоз на 50 кубов. Долго выбирал цвет, в итоге решил взять черный. Я думаю, черный вполне себе подойдет. Хотя жидкости возить в черном, ну такое себе. Так вот, всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дела и всем пока-ки.